Несмотря на поражения, которые Россия терпит в Украине, российские радикальные патриоты продолжают искать себе новых врагов и рассуждать, на кого бы еще России следовало бы напасть, как будто позора в Украине им мало. Помимо стран Запада, к угрозам в адрес которых все уже настолько привыкли, что просто не обращают на них внимания, российские пропагандисты также регулярно угрожают соседям России, с которыми у Москвы в принципе достаточно ровные отношения, например, Азербайджану и Казахстану, ну а теперь российские патриоты нашли себе новую жертву, Турцию. Например, постоянный участник российских ток-шоу и, между прочим, бывший депутат Государственной Думы России Семен Багдасаров в эфире у Владимира Соловьева предложил воспользоваться моментом и напасть на Турцию, пока она ослаблена разрушительным землетрясением, которое там недавно произошло. Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним из Южного Кавказа. Класс, да? Прямо так открыто и говорит. Давайте воспользуемся. Так-то конфликтовать с Турцией российским патриотам, конечно, страшно. Они-то понимают, что турецкая армия российскую недоармию просто размажет, потому что Турция, ну будем говорить откровенно посильнее Украины. Армия у нее больше, лучше оснащена. А что случилось с российской армией в Украине, все видели и все знают. А вот подгадать момент, когда турки переживают горе и так, знаете, подлинненько из-под тяжка им в спину ударить, вот это для настоящего российского патриота нормальная тема. Вот по мнению вот этих вот российских имперцев, именно так и должна себя вести сверхдержава, которой они гордятся. И поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит там. Константинополь! А это мой любимый момент. Семен Багдасаров требует вернуть России столицу Турции, Стамбул, ну или Константинополь, как он его называет, хотя столица Турции России никогда не принадлежала. И кто-то может сказать, что этот человек душевно больной, зачем вообще на него внимание обращать, но его пустили в эфир государственного СМИ, главному российскому пропагандисту Соловьеву. А случайных людей, которые просто так несут что-то от фонаря, туда не пускают. Там озвучивают только то, что разрешено методичкой. Может хватит? Вернем все это себе! Так давайте же воспользуем. Кризис! И слава богу, кризис. Кризис должен быть крахом и присоединением к нам в наших территориях. Кризисом он называет стихийное бедствие, землетрясение, которое унесло десятки тысяч жизней и стало для Турции настоящим горем. И вот он предлагает воспользоваться этим, чтобы опять там напасть, что-то захватить, отжать, оккупировать и так далее. То есть я все время говорю, что дело не в Украине. Россия там поясняет, что якобы вот они вторглись сюда, потому что тут фашизм, потому что притеснения русскоязычных. Так в Турции нет русскоязычных. Там точно не притесняют русскоязычных. А их риторика, она уже не отличается ничем от того, что они говорили в адрес Украины. То есть мы должны вернуть свое, свои земли один в один просто то же самое. То есть реально дело не в Украине. Реально дело в том, что в Кремле сидят люди, которые заточены только на агрессию, на захват каких-то чужих территорий и на поиск врагов. В этом смысл их жизни. То есть они не понимают, что такое нормальное, мирное, конструктивное развитие, мирное существование с соседями. Весь смысл их жизни это поиск того, как бы на кого-то напасть, кого-то ограбить, что-то отжать. И именно поэтому мы постоянно слышим в эфирах российских каналов такие заявления. Я напомню, что когда-то такие заявления звучали в адрес Украины. Многие не воспринимали их всерьез. Думали, что это просто слова по телевизору. Но нет, мы увидели, что эти слова воплотились в жизнь. И теперь такие же угрозы звучат в адрес других государств. Это говорит о том, что в Кремле сидят вот такие совершенно неадекватные люди, которые просто не мыслят себя никак иначе. И хотят всем угрожать, выстраивают планы о том, как бы еще на кого-то напасть и что-то захватить. И пока этот режим будет оставаться в Кремле, он очевидно будет угрожать всем своим соседям. Не только Украине. Но, к счастью, судя по последним новостям, судя по ордеру на арест Путина, мировое сообщество это понимает и соответствующие меры уже принимает. Друзья, обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас, если вы еще не подписаны. Это очень важно. Оставьте лайк или комментарий к видео. Так оно получит больший охват. Соответственно, больше людей увидят правду о том, что происходит. Российский президент Владимир Путин, которого теперь очень хотят видеть в ГААГе, в своих выступлениях постоянно утверждает, что цель его вторжения в Украину была в том, чтобы спасти и защитить жителей Донбасса. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдаток, ополченцев Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. А вчера российская армия нанесла очередной авиаудар по Авдеевке. Это город в Донецкой области, под контролем Украины. Бомба попала в 14-этажный дом, в результате чего часть дома полностью обрушилась. Это был единственный 14-этажный дом Авдеевки. Своего рода местная достопримечательность. И вот ее уничтожили. Жительница этого дома, Катерина Пилипенко, которая, к счастью, уехала из Авдеевки и поэтому не пострадала, прокомментировала этот инцидент. Она записала видео, и очень рекомендую посмотреть это видео российским патриотам, которые до сих пор верят, что Путин на Донбассе действительно кого-то спасает и защищает. Это голос реальной жительницы Донецкой области. Просто послушайте, что она говорит. Я жительница Авдеевки, и дом, который был уничтожен сегодня авиаударом, был моим родным домом. С 2014 года он выдержал многое, даже обстрелы градами. И в какой-то момент уже казался крепостью, которая может действительно защитить. Но этого авиаудара он не пережил. Он уничтожен. Уничтожен Путином и его армией. И когда Путин говорит о какой-то защите народа Донбасса, нужно понимать, что это циничная ложь. Путин уничтожает украинцев, живущих тут, и все, что создано их руками. Он убивает нас. Убивает все, что мы любили. Таких жителей Донбасса на российских каналах не показывают. Ведь если их показать, то тогда разрушится вся ложь о том, что Россия в Украине якобы кого-то спасает, якобы пришла кому-то помогать. Оказывается, сами жители Донбасса не хотят, чтобы их так спасали, чтобы так им помогали. А Путина и Россию жители Донбасса считают злом, которое пришло и разрушило их судьбы, разрушило их жизни, забирает их дома, их имущество. Путин врал, когда говорил, что Россия не воюет с украинским народом. Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Украинский народ считает иначе. Считает, что Путин воюет как раз с украинским народом, с мирными жителями, с их домами. Путин не спасает Донбасс, а стирает его с лица земли вместе с теми, кто не успел до сих пор оттуда убежать. И это вам говорит человек с Донбасса. Это голос Донбасса. Вы же хотели его слышать? Так слушайте. Это голос Донбасса, который никогда ни Соловьев, ни Скобеева у себя не покажут. Но он есть. И этот голос должен слышать весь мир. Поэтому давайте его распространять. Помогите распространить это видео, поделитесь им. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Оставьте комментарий или лайк к этому видео. Это важно. Так оно получит больше охвата. И, соответственно, больше людей увидят эту правду о том, что Россия реально сейчас сделает. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Реквизиты в описании к видео.